Привет всем! Собрались на рынок. Покажу немножко рынок. Взял с собой камеру. Для тех, кто соскучился по Китаю, уже соскучился, потому что кто-то люди приезжают, кто-то уезжают. Имеется в виду, уже начали приезжать люди, я говорил в предыдущем видео. Меня по-прежнему зовут Андрей. Я живу, работаю в Китае. Здесь у нас море. Рынок находится, может быть, 200 метров от нас. Китайский рынок, на котором есть все, всегда, круглый год. А сейчас еще появился хороший виноград. Вот это очень вкусно. Стали появляться персики. А вон там все кушают, и кушают, и кушают, и кушают. Много где-то продают. Так что вот так вот живет рынок. Арбузов куча. Сейчас покажу еще что-нибудь. Опять появились ананасы. Хурма. Дыни, ну, к сожалению, они даже не пахнут, блин, дынями. Зато арбуз бывает классный. Шерри круглый год, всегда есть шерри. Опять, опять дыни. Это я для скучающих уже делаю видео уже. Кого не было полгода назад. Кто уехал полгода назад, пускай немножко поскучает. Кстати, помело. Помело только появилось, и еще не очень вкусное. Жесткое и невкусное. А вчера появился зимний сок мандаринов, который кислый-кислый. Ну, вкусный, блин, ну, кислый. Недорого. 4 юаня за полкило. Это 40 рублей, да, получается? Сливы. Ладно, поехали дальше. Наш чувак. Он тебе и ключник, он тебе и мясо продает. Видите, ключи делает сразу же. Ну, и на рынок. Всякое все то, что вы любите. Михаил. Желательно все время безналом, видите. Безнал, 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 безнал. Имеется в виду через Вичат, Веси и так далее. Колбаса невкусная. Сладкая. Свинина, свинина, свинина всякая. Много-много-много продается. Овощи всякие. Кстати, не очень дорого. Наши такой, не знаю, клобо называется. Типа редьки. Но не редька. Мясо, 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 свинина. Рынок большой. Там морское все. Сейчас заедем туда. Там мы уже были. Так что рынок, как рынок. Колхозный, обычный, дешевый рынок. Такие рынки, кстати, это. Очень часто в окрестностях Гуанчжоу везде там есть. Но мы находимся вообще на побережье у себя. А курица, кстати, не нашпиговано. Видите, ее не пичкают водой. Без уколов, без ничего. Без уколов. Классная курица. Вот. Всем советую. Китайцы живут сразу. Ну, не то, что живут. Вот у них дети сюда приходят на работу, приучаются к работе с детства. Имеется в виду. Не халкнули. Дети сразу же тоже кушают. Тут же готовят, тут же все делают. Так вот это все и живет, работает. Ну, перец, перец, это вообще супер просто. Перец всегда в Китае. Я люблю перец. Это грибы тоже. Тушат, продают. Кукурузу. Кукурузу круглый год продают. Берешь кукурузу, варишь сам дома. Перец, 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 перец. Перечные ряды, можно сказать. Вот капуста, как у нас. Сколько стоит, я не знаю. Два яния за полкило. А, такого лука никто не видел никогда, кто живет в России. Огурцы большие, кстати, их тоже по-другому готовят. Их бьют, они вкус имеют другой совершенно. Картошка за полкило, 2,38. И лук там интересный. Так что так. Интересно здесь. Ну, болгарский перчик, который разноцветный, светофор, так можно сказать. Это боцай. Не знаю, как по-русски. Это пекинская капуста. Такую очень соленую, вкусную очень делается. Арбузы пошли вообще большие, но сладкие. Рубль 80. Опять перец, 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 перец. Яблоки гадские, блин, они. Появились, кстати, эти очень вкусные. Гранаты, слива, слива. Манго. Манго не так себе сейчас. Манго чем желтее, тем лучше. Эти очень легкие. Кстати, в Китае, мне что нравится, ты сам набираешь. То, что тебе надо. То, что ты видишь, ты набираешь сам. Тебе не лужит какой-то там, какой-то там, а ты сам набираешь все это. Так что все нормально. Вон, чувак, вон, видите, колхозник, колхозникам, великим на хорошем окрасе. Так вот. Арбузы. Арбузы круглые. Арбузы круглые. Опять. Опять гром. Вон там в горах идет... Вон там у нас море с другой стороны. А там в горах идет дождь. Видать, дождь идет с севера. Непоняточки. Надо быстрее затариваться и валить. Ну, это рынок. Колхозный рынок. Тут все продают. Все подряд. Шрабры, метелки. Рыбные ряды. Сейчас зайдем. Масло, вон, смотрите, какие-нибудь фляганы продают. По 10 литров. Рис сушат тут же. На солнце. И машина стоит сразу же. Подделки яйца, арбузы. Арбузы, арбузы, арбузы. Вот это арбузы классные. Вот это супер арбузы. Очень вкусные, кстати. Такие арбузы. Всем арбузам арбузы. Это магазинчик такой. Вот разрезанные тоже можно покупать. Даже такая услуга есть. Арбузы замороживают. И не то, что замороживают, а охлаждают. И ты покупаешь охлажденный арбуз. А яйца в Китае продают не штучно, а весом. Взвешиваются, да, это все взвешиваются. Ну, сейчас вот такими лотками продают тоже штучно. Но не по 10 штук. А по-разному. Масло. Ну, в общем, все. Все. А вот салатики, чтобы мухи не залетали. Различные вкусные салатики. Китайские. А долгимые. Такие всякие. И спаржа, и всякое-всякое-всякое. Тоже пихийское карпусто. Лук не острый. Острый. Овощные ряды. Ну, и тут печеньки всякие продают, еще что-то такое. Куча арбузов и готовая продукция. И самое главное, ты набираешь все, как тебе надо. Берешь то, что ты хочешь взять. Видите, вот так вот. Человек набирает, набирает, набирает все сам себе. Все, что считает, что это самое лучшее. А это ряды, полностью ряды идут. Картошечка. Она живет в четырех климатических зернах. Рыба, морепродукты, это вообще супер. Все стараются продавать живым. Потому что живое пользуется спросом. А не живое, нафиг никому не нужно. Его продают уже в три, там, в два раза дешевле, как минимум. Лобстеры. А это крабом перевязали тут всякую орунду. Чтоб не кусались. Кальмары. Мертвая рыба уже дешевле, значительно дешевле. Ну и также на рынке можно купить все, что угодно. Вот это самая дешевая рыба. Кальмарчики. Вот эти штуки, вот такие, очень вкусные штуки. Очень-очень. Также здесь, ну, короче говоря, всякое-всякое-всякое. Рыба вон даже повсплывала какая-то от жары. Потому что просто жара идет. Очень-очень жарко. Но дело не в этом. Дело в том, что... Да, китайцы живут все, там, кто-то говорил, змеи, а вот змеи. Есть и змеи, есть и все на свете. В общем, супер. Маленькие кальмары, очень вкусные. Их продают вот такими штуками. Прямо отдельно. Местное море отдает все. Вот это все выловлено в местном море. Море, которое у нас вот есть в пляже. Креветки привезены. Вот это свежие креветки. Ну, собственно, это и хотел показать, рассказать. Это самое важное, что есть на рынке. Вот эта рыба дорогая, кстати. Она считается благородная. Тоже местного моря. Но лучше сыры мне есть. Все равно. Они даже вот сушеную, соленую рыбу, они ее там варят или еще что-то делают. По-другому, ну, никак. А так, конечно, все есть. Продукты есть. Все есть. Китай не голодает. Он себя обеспечивает продукцией надолго. Потому что людей, которые работают, надо кормить. Кормить надо. А чеснок мне нравится все время. Моя чеснок. Для тех, кто соскучился, вот так почта приходит. Около ворот приносят. И вон, дверца открывается. Нажимаешь и все. А большие посылки, которые не влазят, их вот сюда вот пихают. Где охрана. Ну, в основном, конечно, все в ящик. Так что, так вот все устроено здесь. Не то, чтобы не прикасаться с людьми, а то, что если тебя нету дома, то тебе здесь оставят почту. Потому что в сам компаунд не пускают людей посторонних. Охрана стоит. Субтитры создавал DimaTorzok